смотрящий за шоу-бизнесом 90-х. Когда в конце 80-х годов власти разрешили гражданам заниматься коммерцией, помимо появления различных торговых и производственных кооперативов, возникли музыкальные группы, которыми руководили продюсеры, в прошлом являющиеся их администраторами. Теперь они не боялись организовывать левые концерты, платя налоги, в то время, как раньше такая деятельность подпадала под уголовную статью. За один концертный день музыкальный коллектив мог заработать целое состояние. Естественно, что такие деньги приманивали к себе внимание бандитов, которые стали оказывать покровительство музыкантам. Одними из первых, кто начал осваивать рэкет музыкантов, стала Ореховская преступная группировка под предводительством Сергея Тимофеева «Сильвестр». Его внимание удостоил лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин, в дальнейшем сделавший сольную карьеру. Отказывать бандитам было не принято, поэтому под криминальную крышу становились все музыканты, которым ее предлагали. Но только не Андрей Разин с его «Ласковым маем». «Ласковый мэй» Андрей Разин был продюсером группы, и снискал себе славу как племянник Михаила Горбачева, на самом деле не являясь таковым. Предлагать крышу «Ласковому мэй» никто не спешил, пока в один из дней Разин не появился в Батуми на теплоходе Грузия, где должны были пройти съемки клипа. Один из находящихся здесь людей подошел к продюсеру, представился как Атарик Вантришвили, и сказал, что он здесь главный по охране и безопасности. Дело происходило еще в 80-е годы, и про Квантришвили, естественно Разин еще не слышал, поэтому также ответил, что никакая охрана ему не нужна, так как он племянник Горбачева. Естественно, что люди, действительно считавшие их родственниками, считали, что «Ласковый мэй» находится под охраной КГБ, и не пытались навязываться. Также поступил Атари, оставив на всякий случай продюсеру свои координаты, намекнув, что может решить любые проблемы. Об этой встрече Разин вспомнил с началом лихих 90-х, когда рэкетиры наезжали на всех, невзирая на чины и связи. Так и «Ласковый мэй» попал под пресс московских бандитов. Продюсер группы связался с Квантришвили, уже имевшему огромный авторитет, и с тех пор участников музыкальной группы «Братва» больше не донимала. По некоторым данным, за эту услугу выплачивалось 5% от сбора денег с гастролей Фонд поддержки ветеранов спорта. По другим данным, музыканты платили стандартную таксу 20% от гонораров. В первые годы легальной деятельности продюсера музыкальных групп на собственной шкуре испытали наезды, покушения и избиения бандитами. Для них, как и для коммерсантов становилось понятно, что безнадежной криминальной крыши работать нельзя. Комбинация известная на всю страну группа комбинации была создана в 1988 году бывшим оперативным работником ОБХСС Александром Шишининым. Выбрав в качестве исполнительниц песен длинноногих красавиц, Шишинин не ошибся, и группа завоевывала сцену, принося огромные деньги ее создателю. Поначалу Александру в раскрутке помогла известная шоу-биржа ЛИСС, которая получала часть прибыли от выступления группы. Создатели биржи находились под крышей мощной бауманской ОПК, которая контролировалась ворами в законе. Соответственно, все ее подопечные были под защитой бауманцев. Но Шишинин, после обретения комбинации популярности, решил расторгнуть контракт с ЛИСС и самостоятельно загребать миллионы. В январе 1993 года, продюсеру позвонил неизвестный и предложил вновь заключить контракт с шоу-биржей. Однако бывший работник ОБХСС отказался, и вероятно это стало началом его конца. Вечером 5 марта 1993 года Шишинин развез участниц группы по домам после съемок на телевидении. В девятом часу вечера он приехал к дому на улице Металургов, где снимал квартиру. В подъезде его уже ждал профессиональный киллер в серой баланевой куртке и джинсах, которому хватило одного удара ножом, чтобы поразить жизненно важные органы продюсера, в результате чего тот мгновенно скончался. Ценные вещи и деньги, так и остались при лежавшем в крови продюсере. Ни заказчика, ни исполнителя этого преступления так и не нашли. Автор песен нападкам бандитов подвергались известные композиторы, и авторы песен. Так, автор таких хитов, как «Трава у дома», «Поговори со мною мамой» и других, Владимир Мигуля, лишился продюсерского центра, который арендовал на Арбате, и вкладывал в него часть своих гонораров. Его у него отобрали представители одной из московских ОПК, не вернув уже вложенные в студию деньги. Действовали бандиты с циничностью, сперва подожгли дверь квартиры автора, затем взорвали его «Мерседес» вместе с Мигули и его водителем. Последнему в результате взрыва оторвало руку и ногу, от болевого шока он скончался. Мигули особо не пострадал, так как основный взрыв принял на себя его водитель. В следующий раз, через две недели после взрыва, по указке лидера отмороженной группировки, в подъезде Мигули был убит его охранник. В результате постоянного стресса, у Владимира обострилось давнее заболевание, и спустя некоторое время он скончался. Прощай крыши естественно, что переход в более цивилизованное общество 2000-х годов, позволил некоторым отраслям бизнесу идти от непосредственного контроля со стороны криминального мира. Сами авторитеты стали владельцами и совладельцами предприятий, что уже не предполагало каких-либо наездов со стороны их коллег. Теперь настала пора передела самого бизнеса, который полностью стал принадлежать людям из лихих девяностых. А музыкальный мир почувствовал слабину хватки бывших авторитетных товарищей, которые уже старались не напрягать музыкантов, а приглашать их на свои мероприятия, свадьбы, дни рождения, различные юбилеи. Это стало солидно, иметь в друзьях звезду сцены. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.